Салон, мы с вами продолжаем законы изучения Торы Альтребе, 4 глава, 3 отрывок. Если человек стоит перед выбором выполнить какую-нибудь заповедь или изучать Тору, что важнее, изучение Торы или заповеди? Выполнить заповеди. То если эта заповедь может быть исполнена другими людьми, ему не следует прерывать учебу. Даже если предмет его изучения это законы, которые не имеют практического применения в наше время. Например, Кодашим, Таарот, где тут Минахам? Минахам сейчас купил недостающие трактаты, которые вышли уже в Москве в книжниках. Там есть 5-6 разделы Мишны, это Кодашим, Таарот. Сегодня, за исключением Ниды, то есть ритуальной чистоты женщины, еще там пару моментов. Трактат Хулин, который связан со Шхитой. В том числе не Кодашим, хотя это находится в этом разделе. Кроме этого, практически все в этих разделах не актуально на сегодняшний день. Но это часть Торы, это часть учебы. И поэтому он говорит, даже если у меня сейчас или практическая заповедь, или продолжать учебу, Кодашим, Таарот, непрактическую, что прежде? Если кто-то другой может выполнить. Я очень хотел это услышать и очень боялся услышать, что кто-нибудь скажет, конечно, учеба. Мы сказали, в какой момент учеба важнее, когда заповедь есть кому выполнить. А если нету? Если нету, то извини меня даже про первосвященника, что сказано. Первосвященник, он не имеет права хоронить своих близких родственников, чтобы не получать туму. Но при этом, если он сейчас находится один на дороге, он нашел там труп, то он должен заниматься. Он его вообще не знает. Почему? Почему? В том месте, где нету человека, который возьмет это на себя, будь человеком. Это отодвигает даже статус первосвященника. И даже если мы знаем, что из-за этого он в Йом-Кипур не сможет сейчас работать. Это за несколько дней до Йом-Кипура все равно. Даже если он не сможет из-за этого работать в Йом-Кипур, это очень тяжело теоретически даже придумать ситуацию, потому что последние дни первосвященник все время находится вместе с другими людьми, и он из храма обычно не выходит. Но если вдруг вышел и вдруг на дороге нашел, то в таком случае он оставляет все, значит кто-то вместо него будет в храме делать. Цена? Хотя в храме это очень практические заповеди, которые важны для всего Израиля. Изучение Торы само по себе стоит выше других заповедей. То, что Тора равноценно всем заповедям вместе взятым, обусловлено тем, что изучение ее ведет к их исполнению. Невозможно исполнять заповеди, не выучив. Так как без знания невозможно исполнение. Однако, если отдельная заповедь не может быть исполнена без этого человека, например, при сборе средств на благотворительные нужды. Несколько раз было, что Махон Мир собирал пожертвования. И когда он собирает пожертвования, в частности из-за того, что ситуация тяжелая, финансовая, на самом деле вообще так построена, и всегда так было на самом деле, что на какие средства существует ешива? Есть некоторые средства, которые сейчас дает государство. Процентов 10 это покрывает. Может чуть больше. 10-15. Есть процентов 15-20, которые покрывает сам человек, который оплачивает учебу. Практически все остальное это пожертвования. В разных их формах. Все это? И поэтому было несколько раз, когда ситуация была аховая, и Рав Бегон говорил, что сейчас остановиться, сейчас нужно взять, позвонить, в частности, то, что я делал, это не звонил просто непонятным людям, а в основном на связь выходил с бывшими выпускниками, которым долго объяснять не надо, что такое Махон Мир, которые прекрасно помнят и Махон Мир, и то, что они здесь получили. и просил, чтобы они дали какое-то пожертвование с разбивкой на год или на два, чтобы Махон мог держаться на плаву. Все равно? То есть я сейчас вместо того, чтобы преподавать Тору, сидел на телефоне. Это правильно или неправильно? Конечно, лучше было бы, если был бы кто-то другой, кто смог бы это сделать, а я мог бы продолжать преподавать. Ну, в данном случае, когда ситуация дошла до границы, что преподавание вообще становится под вопросом, то в таком случае понятно, что да, нужно взять и сделать. И здесь он приводит, когда есть, однако, если отдельный заповедь не может быть исполнен без этого человека, например, при сборе средств на благодарительные нужды, люди прислушаются к его голосу больше, чем к другим. Или в том случае, когда участие других в выполнении данной заповеди недостаточно, например, когда на похоронах нету меня на цену. Сколько нужно, чтобы было? Десять евреев. Десять евреев. Зачем? Конечно. Конечно. У нас нельзя сказать вещь бы в душах. Таилим можно прочитать и без десяти. Я один, если я нахожусь на кладбище, могу сказать Таилим. Конечно, сказать невозможно. Во всех таких случаях следует приостановить учения, выполнить заповедь и вернуться обратно к занятиям. И тем более, следует прервать учения для выполнения заповеди, заповеди, которые являются обязательными согласно установлениям закона учителей. Их надо исполнять по всем правилам, условиям, деталям в совершенстве. То есть, мы не должны говорить, ну, сделаем заповедь плюс-минус, примерно. если мы говорим про исполнение заповедей, заповедь должна быть исполнена так, как надо. Их надо исполнять по всем правилам, условиям, деталям, совершенствия, ибо в этом вся суть человека написана в Экклезиасте, если по-русски. И как говорят мудрецы, конечная цель мудрости какая? Кто угадает? Просыпайтесь, попытки еще. Когда я скажу, вы скажете, ну, понятно. Это он уже сказал, нет. Это не конечная цель, это средство. Стать как он. А? Стать как он. Нет. Ты в Наполеона хочешь? Стать как он. Так написано. Ну, исполненять практически можно. Моя дорогая живая, это важная идея стать как он. Но это же металл, мы же понимаем, что он понежнее этого. конечная цель мудрости это чува и добрые дела. А это не начало? Чува это не начало? Как? Мы делаем чува, потом идем дальше. Потом уподобляем фильму, доходим до уровня добра без причин. Что такое чува? Возвращение. Вернуться к правильному идеальному состоянию. Это не начало. Ну, это целый, понятный. да, ты можешь сказать чува, можете взять тот, кто хочет понять получше, что такое чува, Макзор, Маханаймовский, там, Пинхасполонский очень красиво введение расписал, Парамбаму, четыре этапа, чувы и так далее. Все равно? Да. Здесь он стоит, но понятно, что ты прав, что в чуве тоже есть этапы, но чува, как комплекс, подразумевает, что я исправился уже. Не, что я решил исправиться. Да, первый этап чувы, это то, что я решу. Но это только первый этап. и если человек сделал первый этап, то сказать, что он сделал чуву, еще нельзя никак. Снова-таки, это сказал не я, и даже не Альтер Эбе, это он цитирует Масехед Брахот, вторая глава, 17 лист. Конечная цель мудрости это чува и добрые дела. Обратите внимание, не только чува. чува, ты возвращаешься к исправленному положению и или здесь комментатор пишет не к исправленному, он пишет возвращаешься к Богу и добрые дела. Потому что если ты действительно вернулся, то будешь делать добрые дела. Если же человек не следует этому, не следует тому, что он учит, то о нем говорят мудрецы, было бы лучше, если бы послед его перевернулся, чтобы он не родился на свет. Жестко. То есть почему в прошлый раз я по Рамбаму сказал, что Рамбам говорит, что настоящая учеба это только если человек в итоге это делает, то, что он учит. Здесь он приводит из Иерусалимского Талмуда намного, намного более жесткий вариант. Тот, кто изучает утру, не намериваясь осуществлять ее учения на практике, достоин того, чтобы зародыш его не родился, не реализовался, потому что его учения не реализованы. Его учеба это ничего, это хуже, чем ничего. это хуже, чем ничего. Почему? А проведет очень большое время. Не просто потратил время, то есть для него эта возможность была уже открыта. Если человек не знает, у него нет это, то он не понимает, что нужно делать. У него тоже есть ответственность. человек, который нарушает шаббат, не знает, что есть шаббат, он должен приносить искупительную жертву или нет? Конечно, да. Если не знает, за что ему скажешь? За то, что нарушил шаббат. Он не знает, что такое шаббат. Но он должен, если он вообще не знает, что такое шаббат, он должен принести одно. Если он знает, что есть шаббат и не знает, что внутри, он за каждый шаббат должен приносить. А если он знает, что запрещено, за каждое нарушение он должен приносить не слышал от одного рава это написано в мишне и в море нету такого нету такого нету такого не слышал значит когда он услышит то он за те шабаты которые он нарушил должен принести одну искупительную жертву когда услышал естественно да это он не знает что он должен принести не он не знал сейчас ему говорят ты нарушал говорит ой что же делать ему говорят сейчас соблюдать а то что ты нарушал до сих пор за все шабаты ты должен принести одну искупительную жертву за свою ошибку что хатат недельную главу ты читал пару недель назад мы это учили не день не деньги животное которое ты возлагаешь на него руки говоришь что я сделал такой-то грех и я в этом раскаиваясь и я сейчас приношу всевышнему этого быка но снова таки если знал что есть шаббат и не знал что то ты за каждый шаббат должен приносить а если знал и про шаббат и про то что запрещено за каждое нарушение нужно приносить ему нужно в аргентину в саванну ехать и привозить оттуда очень большое стадо я так понимаю по крайней мере некоторым нерелигиозным в израиле это очень потребуется особенно это потребуется некоторым которые были религиозными перестали соблюдать такие тоже есть потому что они то точно знают что они нарушали соответственно будут у них скидки или не будут скидки я думаю что этот вопрос поднимется в итоге потому что не не логично что им скажут что да они подсчитать не могут сколько они нарушений сделали за там пять лет он не соблюдал пять лет это 250 шаббатов и в каждый шаббат он не соблюдал может быть 5 может быть 10 может быть 20 малах от за которые он должен приносить искупительную жертву это много ничего другого у него не остается когда же мудрецы говорят пусть человек занимается торы исполнением заповедь даже и не во имя высшие цели то они подразумевают ввиду такой случай когда человек выполняет заповеди которую он изучил но делает это потому что он боится кары наказания или потому что ждет награды грядущим то есть он это не делает из чистых побуждений во имя всевышнего он это делает получить награду он это делает избежать наказания про такого человека мы говорим это человек занимается не во имя всевышнего он подразумевает сделать заповедь конечно да он подразумевает как надо нет в земном мире награда может выражаться даже в богатстве почете которые даются свыше тем кто не удостаивается истинной награды за тору или даже когда человек учится ради почета и положения то есть для того чтобы называться раввином или главой ишивы все это допустимо поскольку человек этот выполняет на практике то что учит несмотря на то что мы говорим это не идеально идеально он это должен делать ради всевышнего ради величия всевышнего ради возвышения имени всевышнего в этом мире он это делает по каким-то другим причинам или ради награды или чтобы избежать наказание но он все учит он все делает он заслуживает он делает он заслуживает намного более низком уровне но он заслуживает если же он не выполняет что учит он называется нечестивым нечестивый и писание говорит нечестивому сказал всевышний чего тебе уставы мои излагать если человек его отношения гадкая не хочет это соблюдать зачем ему сейчас это рассказывать чтобы он знал и потом хитрил зачем чтобы потом говорилось что я должен быть треугольником если профессор математики должен быть должен если ты еврей то ты должен быть евреем и ты должен вести себя как еврей и всякий талмудист который пренебрегает исполнением заповедей и и не имеет себе чувство богобоязненности является последним человеком общине хуже не уча которому злоумышленные грехи не вменяются больше нечаянных преступлений мудреца он все знает за каждый за каждую завитушку получит свое наказание так лучше быть мудрецом или нет лучше быть мудрецом или нет конечно да почему если ты это учишь для того чтобы делать тогда тебе это будет помогать есть ты это учишь и ты не делаешь то тогда лучше ты не учил в то время как талмудист даже нечаянные грехи вменяются как злоумышления то есть он что-то по ошибочке сделал ему говорят будет рассматриваться как будто бы ты сделал это специально почему потому что ты на уровне что ты можешь остерегаться ты для тебя и малюсенькие ошибочки по полной программе плоти и о нем говорят мудрецы этот человек не достоин тора становится для него смертельным ядом трактат юма что такое юма юм день какой день у нас праздник какой называется юм какое не название конкретного праздника юм кипур масэхет юма это трактат посвященный юм кипуру начало до конца и там в конце 72 лист написано человек который недостоин тора для него становится смертельным ядом поэтому если вы хотите быть гадом подколодным то тогда тора не поможет это не то что тора сейчас из самого отвратительного создания сделает садика тора сделает садика из человека который хочет человек который не хочет тора для него яд она сделает его еще хуже лучше она его не сделает тем не менее считают некоторые человеку следует заниматься торой даже если он делает это небо имя высшей цели ибо изучая тору он в конце концов придет к высшей цели источник света скрытый в торе вернет человека к добру то есть после того как он приводит масэхет юма он говорит что есть мнение которое говорит что в любом случае но это если он ее учит не если он ее учит для того чтобы не делать если он все таки ее учит пусть у него вообще никаких особых целей нет но сейчас открывает себя торе тора его может улучшить но если он тору изначально берет как инструмент для гадости улучшить она его все равно не сможет я пока что но вернемся к если он просто учит говорят мудрецы из посух из ирмия у меня оставили и учение моего не сохранили то есть здесь идет как два момента отдельных и меня оставили и даже после того как меня оставили даже моего учения не сохранили снова таки понятно что речь идет про моего мое учение нет выучить его с точки зрения того как сделать на него обструкцию с точки зрения того что это учение которое я учу чтобы понимая свою связь до приведу текан маленький пример не сегодняшние левые они этот пример уже влазит намного хуже большинство из них некоторые да но большинство а левые которые были во время второй ли которые в итоге построили социалистический израиль ценам то есть тот же бен-гурион и его компания они были не религиозные они оставили часть вещей изучения не понятно что если человек теряет творца то и часть учения он тоже потеряет но почему они приехали в израиль они в штаты почему они поехали в аргентину в австралию начали ехать позже но в штаты в аргентину значит они знали это земля евреев откуда они это знали это учение это то есть извините меня очень многие вещи я уже говорил что у меня родители не дома ничего не говорили но что такое хорошая еврейская семья с точки зрения нормальных взаимоотношений я видел дома почему они это впитали с молоком матери я это впитала с молоком своей матери я это видел хотя не тору принципе не открывались про всевышнего не было понятия как бы так сказать аккуратно но мама сказала я верю но с меня хватит того что я верю то есть это то что называется и меня оставили и учение моё учение включает в себя еврейские ценности в том числе земля израиля сегодняшние улевые очень часто говорят а я не понимаю чего они здесь забыли ну я иду по их наследие по какому их наследие идешь если они наплевав на америку европу к аргентину они поехали сюда где в пустыню где кроме пустыни были разве что арабы ты сейчас говоришь но германии же лучше они сделали ошибку но я иду по их по каким следам ты идешь у них оставалось учение я вам говорю так они шифровали свои донесения классический вид шифровки в во всех подпольных еврейских подпольях в сороковые годы в том числе в социалистическом они говорили книга номер главы номер предложения и номер слова и они шифровали и расшифровывали обычно без книг серьезно очень серьезно кто из вас такой сможет никто это я тоже вряд ли смогу если набить руку то многие вещи то смогу но тем не менее то есть у них это уже было на уровне понятно как дважды два четыре сказать книги творим пятая глава шестое предложение третье слово и они знают о чем идет речь социалисты у них был бог уже не было у них оставалась тора у них оставалась тора сегодня через три поколения они их последователи не понимают о чем почему они сюда приехали а почему мы здесь находимся а ну что такое еврейство они не понимают этого и когда их в лоб спрашивают иногда бывают очень смешные казусы они хотят и не того что хочется они хотят быть обычным человеком они уже не хотят быть евреем очень многие уходят извини меня из израиля нерелигиозных отток не такой уж маленький сколько в москве израильтян кто тут москвич но сейчас до доза до войны граждан израиля 1050 насколько я знаю а может больше я давно уже слышал я думаю что больше было перед войной сейчас меньше но перед войной было там не знаю 50 60 тысяч москве я не поймите что в америке я думаю если вы начнете считать израильтян это вы этот счет будет не на десятки тысяч на сотни тысяч и с одной стороны вы можете сказать про шлифим ну шлифим у них есть и тора и всевышний а если ты возьмешь не шлифим а большинство это будет не шлифим шлифим посланники раввины преподаватели и так далее у тебя там будут сотни тысяч и очень многие из них не понимают свои связи есть такие которые да поехали заработать такие есть но и такие очень часто через он там живет 10 лет 20 лет 30 лет и он уже забыл что он израильтянин он израильтянин но он уже не совсем понимаешь и к сожалению это движение нам достаточно сильное в израиль едут больше верю учение кабалы ученые кабалы говорят что нечестивец приступив к исполнению заповеди для начала изучать тору не раскаившись своих предыдущих грехах временно придает жизнь сферам зла ни больше ни меньше то есть если вы берете злодея и обучаете его или его подталкиваете к соблюдению заповедей это не то что делает его лучше а что это делает придает жизнь сферам зла и это до тех пор пока он не раскается в этой жизни или последующих перевоплощениях как написано не будет отвергнут от него отверженный тогда после раскаяния все его добрые дела изученная тора возвращается сферу святости и поэтому грешнику не следует воздерживаться от изучения тора ожидая момента раскаяния то есть если он начал уже он видит свой путь к раскаянию он еще не раскаялся он может делать заповеди он не должен бояться что это будет в плохую сторону но просто так взять и сказать я сейчас надел на злодея филин если он не хочет раскаяться что ты сейчас сделал это сложный момент если просто одеваешь что это однозначно неправильно если ты стараешься поймать момент когда у человека есть проблески еврейства к примеру человек на котель приехал абсолютно нерелигиозный он приехал на котель ему сейчас предлагают одеть филин для чего он приехал но если он приехал просто как турист но именно на котель они много-много других мест даже в втором городе то это значит что у него есть какой-то какая-то еврейская жилка он понимает что котель это место молитвы это не место для чего-то другого пусть он будет молитву скажет от себя совершенно не связанную с сидуром он понимает в этот момент очень логично что ты ему предложишь сделать другую заповедь ты его вгоняешь в цепочку хороших дел но если сейчас это где-то в городе то у меня с этим намного больше сомнений там или на рынке или в других местах мы можем видеть на мидрехов с этим действительно проблемы ребята на обед